В среду в Кохт-Лоярве прошло заседание городского собрания, на котором были избраны мэр города и ее заместители. По предложению местного отделения Центрической партии, на должность мэра была выдвинута кандидатура Людмила Янченко, которая до сегодняшнего дня исполняла обязанности городоначальника, так как новый состав горсобрания, согласно действующему законодательству, накануне освободил ее от должности мэра и распустил гору правления. По результатам голосования 15 голосов были отданы за Людмилу Янченко, 4 бюллетеня оказались недействительными. Таким образом, начиная с сегодняшнего дня, в названии должности Людмила Янченко исчезла приставка ИО, она вновь избрана мэром города. Остались на своих местах и заместители мэра. Виталий Бородин, вице-мэр по развитию города. Денис Вершинин, вице-мэр по вопросам городского хозяйства. Нина Алексеева, вице-мэр по вопросам культуры, образования и социальным делам. Виева Кеэскюла, вице-мэр по финансовым вопросам. Перед началом голосования депутат горсобрания от социал-демократической оппозиции Эдуард Одинец предложил снять вопрос выборов мэра с повестки дня и провести выборы городоначальника на конкурсной основе. Однако это предложение не встретило поддержки большинства депутатов. Члены горсобрания тепло поздравили Людмилу Янченко и ее заместителей с переизбранием. Канал ЛИТОС обратился к старому новому мэру с вопросами. Людмила Алексеевна, поздравляем с избранием на второй срок. Это же у вас второй срок в должности мэра. Я работала в том созыве чуть больше одного года мэром. Вы уже определили для себя, на что ориентироваться в ближайшие четыре года, будучи на этой должности? В каком направлении двигаться? Ну, все это уже отражено в нашей программе выборной. То есть я хочу сказать, что наша предвыборная программа была составлена на основании нашей программы развития города. И все задачи были определены как в программе развития города, так и в выборной программе. Самое главное, что сегодня у нас есть возможность работать с центральным правительством. То есть, когда в коалиции работают центристы, то у нас есть возможность напрямую обращаться с нашими проблемами, вопросами. Для того, чтобы их решать, мы очень интенсивно и активно работаем с нашими членами правительства, центристами. И уже сегодня есть положительные результаты. И я хочу сказать, что благодаря тому, что от Ида Вирума у нас есть центрист-депутат Риги Когу, который тоже участвует в решении городских проблем, много лет участвует. Причем и в настоящее время мы имеем возможность, опять же, обращаться в комиссии Риги Когу с изменениями в законодательстве или для решения каких-то более серьезных вопросов, которые не могут быть решены без участия Государственного собрания. И поэтому вот в этом плане сейчас работа может быть очень продуктивной, которая принесет свои плоды. Что вы ждете от своих старых новых заместителей? Жду поддержки, жду работы очень интенсивной, потому что эти четыре года определены очень серьезные задачи. Во-первых, нужно осуществить очень серьезные проекты, которые в течение четырех лет были в стадии подготовки. Сегодня начнется их реализация. Это потребует очень много сил и от хозяйственной службы, и от службы развития. Кроме того, надо начинать планировать проекты, которые будут осуществляться в последующие четыре года. Работа очень большая.